Всем привет! И с вами снова Диман Масл. И это видео о том, как накачаться за 2 часа в неделю, часть 2. Первую часть вы можете посмотреть по ссылочке в этом видео. Сегодня подведем итоги. Две тренировки в неделю, каждый из них продолжительностью по часу. За это время мы успеваем прокачать три группы мышц. На одной тренировке толкательные, на другой тренировке тянущие. Толкательные трицепс, плечи, грудь, тянущие спина и бицепс. Возможно еще добавить ноги. Итак, на каждую группу мышц 10 подходов за тренировку. С отдыхом всего лишь минута между ними. Да, вы скажете, это маленький отдых. И вы скажете, это 30 подходов за тренировку. Но, все, что приносит результат, не может быть просто. Раньше я тоже слушал химиков, слушал и псевдонатуралов на ютубе, которые говорят, что натуралу нельзя много тренироваться. Натурал словит перетрен, будет помирать и сожгет все мышцы. Но хорошо, большинство людей в зале тренируются лениво. У них большой отдых между подходами. Они болтают с друг другом, не выкладываются в каждом подходе, не работают до отказу и при этом делают мало рабочих подходов. И что, они набирают? Нет, так и ходят дрыщами. Так что даже если натурал хочет накачаться, то и натуралу нужно срать на всю катушку, уж поверьте. То есть, то есть, все, что приносит результат, не может быть просто. Работаем тяжело, работаем в отказ. Итак, сейчас я покажу серию упражнений на толкательный день и на тянущий. Вот, мы в зале. И все, что нам понадобится. Штанга, пара гантелей, блок. Если у вас есть, это замечательно, но он не обязателен. Разминки останавливаться не буду. Она проводится индивидуально для каждого человека. Поэтому, по мере необходимости, разогревайте суставы, а я начну с рабочих подходов. Если здесь вы хотите увидеть какие-то секретные методики или изощренные упражнения, тут этого не будет. Я верю в базовые, всем известные, хорошие упражнения с большими весами на максимум повторений до отказа и с маленьким отдыхом. Причем, как силовые движения, так и памповые. То есть, как работа с тяжелыми весами, так и с легкими. Но всегда до отказа. Легкие веса это на 20 повторений, я уже 100 раз об этом говорил. Вы видели подъем штанги на бицепс, молотки и подъем гантелей на бицепс с прямым хватом. Это три базовые упражнения, которые необходимо делать на бицепс. Это очевидно, я думаю, что если их варьировать по 3-4 подхода и набирать в сумме 10, это будет прекрасно. После бицепса можно начинать делать спину. Можно начать с подтягиваний, можно начать с тяги штанги к поясу. Можно использовать блоки, как горизонтальный, так и верхний блок. На верхнем блоке можно делать тяги по одной руке, причем не обязательно фиксировать спину. Можно немножко делать вращательные движения корпусом. В таком случае будут работать мелкие мышцы вдоль позвоночника. Это достаточно полезно для вашей спины. Также вы можете использовать сразу широкий хват. Две руки будут работать, да, при этом работает вся спина. Главное делать до конца, касаться турником груди. Не надо навешивать супер большой вес, хотя, как я уже говорил, за весом нужно стремиться. Но главное коснуться турником груди. Можно использовать также обратный хват. Также вместо тяги штанги к поясу в наклоне, вы можете использовать тягу на нижнем блоке. Причем можно делать как в статике, так и немножко покачиваясь в пояснице, для того, чтобы работали мелкие мышцы вдоль позвоночника. Видите, как я это делаю? Вперед, назад, вперед, назад. То есть поясница работает, вся спина работает, даже не только крылья. И это хорошо. Извиняюсь за качество видео, но сейчас у меня не очень хорошая камера. Также вы можете использовать ручку и делать такие тяги снизу тоже по одной руке. То есть вы поняли, основа это подтягивание, тяга блока сверху, тяга гантелей в штанге снизу, также можно использовать гантель, и также можно использовать нижний блок. На каждой тренировке я бы делал тягу верхнего блока широким хватом и тягу штанги к поясу. А третье упражнение выбирал из всей этой подборки, какую уж пожелаете. Вот, кстати, еще одно хорошее упражнение, оно неплохо растягивает наши крылья и прожимает их в нижней точке. Я верю, что прожимка необходима для роста мышц. Видите, в этом видео я вам рассказал о тянущей тренировке на бицепс и спину, а во втором видосике я вам расскажу о тренировке на толкательную группу мышц, прицепс, плечи, спина, напоминаю. Вы можете импровизировать с теми подборками упражнений, также советую посмотреть видео о том, сколько же повторов делать в каждом подходе, потому что даже с повторами необходимо импровизировать, а уж с упражнениями тем более, но те упражнения, которые я подказал, это базовые упражнения, без них никуда, и уж два из них на выбор, вы должны делать каждую тренировку, ну и пускай третье упражнение, если вам не нравится, вы можете добавить какое-нибудь свое, но, например, подъем штанги на бицепс, подъем гантелей на бицепс, молотки, тяга сверху, тяга штанги в наклоне, это все базовые упражнения, без них никуда.